Друзья, всем привет! Меня зовут Женя. Вы находитесь на моем канале о творчестве. Я очень рада, что вы ко мне сегодня заглянули. Сегодня 30 апреля, а значит время подводить итоги месяца. Что связалось, что вышелось, что выложилось, что вообще произошло и что происходит на текущий момент. Сейчас буду вам рассказывать много новенького и интересненького. Буду показывать что-то новенькое и интересненькое. И предлагаю вам взять с собой вышивку, вязание, чай, кофе. И будем рассматривать, что же у меня произошло за месяц. Но начну я с того, с чего начинаю практически каждое видео о готовых работах. О моем канале. Обычно я рассказываю, как у меня развивается канал, что получается, что не получается. Но в этом месяце я расскажу то, что как бы случается раз в году. У моего канала, скажем так, маленький день рождения. Моему каналу 28 апреля исполнился ровно один год. Ровно год назад, до 28 апреля, вечером, после того, как мы уложили маленького, главнокомандующего баеньки, мы с мужем сели и сделали мне канал на ютубе. А 2 мая я уже выложила первое видео на канал. И с того времени у меня появилось очень-очень много друзей. Очень-очень много новых интересных людей, с которыми я периодически общаюсь. Это очень здорово. У меня появилась масса нового опыта и в вязании, и в каких-то еще сферах жизни. Где-то что-то вы мне подсказываете. Я вам за это очень благодарна. Вот. У меня вышло на канале уже более 100 видео. Прям очень здорово. У меня связано огромное количество вещей. Я двигаю вышивку, я вообще даю себе под то самое место такого большого и смачного пинка, чтобы двигаться вперед. И канал мне в этом, конечно, очень помогает. Канал развивается с каждым днем, и я не могу этому не радоваться. Вообще прошел целый год, и я думала делать отдельное видео про введение канала или не делать. Но решила, что скажу вам об этом в готовых работах. А если у вас будут какие-то вопросы про канал, про то, как я его заводила, как я его ввела, то если вам будет что-то интересное, да, скажем так, из-за кулиси, то вы зададите мне вопрос в комментарии, а я вам в видео на это все отвечу. Вот. Так что я рада. У меня маленький-маленький праздник, маленький-маленький юбилей, и я этому рада. И спасибо вам, что вы со мной, что вы меня поддерживаете, радуете своими комментариями. И отзывами. Что еще необычного и интересного случилось в апреле? В апреле я начала читать. Я подумала, что почему же я трачу время на то, чтобы перед сном 15-20 минут позалипать в телефоне. Почему бы в том же самом телефоне не позалипать в книжку. И в третий раз я приступила к покорению вершин идиота. Федор Михайлович написал такую интересную и замечательную книгу, а я ее одолеть не могу. В общем, мой третий подход к снаряду, скажем так. И я пытаюсь читать каждый вечер, уделять хотя бы 15-20 минут перед сном чтению книжки. Раньше вообще не переносила на дух электронные книги. Да, книги на электронных носителях. Сейчас я поняла, что это единственный, скажем так, способ для меня чтения книжек. Потому что мне днем жалко. Почему-то жалко потратить время на чтение. Ну, почему-то так складывается. То видео надо снять, то повязать хочется, то повышивать. Особенно с вышивкой стараюсь не упускать дневной свет. Повышивать днем. Вечером тоже как-то не до чтения. И получается так, что перед самым-самым сном в кровати 15-20, а иногда и 40 минут, я с удовольствием читаю замечательного Федора Михайловича Достоевского. Что еще самого удивительного, прекрасного и замечательного случилось в апреле для меня, как для сестры? У меня есть сестра, моя маленькая Анюта. У нас небольшой-большой разброс в возрасте. У нас разница в 11,5 лет. Когда она была маленькая, она очень любила копошиться, рисовать, выкладывать, там что-то делать, какие-то поделки, бумаги, из бумаги, не из бумаги, но в общем разные. Но вышивка и вязание ее никогда не трогали, да, ее душу. Ну, как говорится, что уж карантин животворяющий с людьми делает, дамы и господа. Моя Анюта, когда в фикс-прайсе закончились все пазлы, и она пересобирала все пазлы, мама купила ей набор для вязания игрушки в фикс-прайсе, купила набор для вышивки крестиком, лентами. И Анюта моя занималась этим делом, ей даже понравилась. Моя Анюта, которая никогда не брала в руки спицы, связала игрушку спицами. Я сейчас ставлю фотографию, она здесь будет, вы на него посмотрите. Котик связан с спицами, я не знаю какими, я не знаю что там, там в наборе все было, и глазки, и ниточки, и наполнитель, инструкция. В общем, ну, бывают такие в рукодельных отделах, в фикс-прайсе наборчики. Вот, единственное, что это первая ее работа, она никогда в жизни не держала спиц в руках. Так, когда у нее по технологии шли труды, она попросила меня крючком связать чехол. Кстати, тогда я схлопотала четверку по вязанию крючком. Не потому что плохо связала, а потому что учительница не объяснила задачу, как положено. А я связала, видите ли, не то. Но не об этом речь. Речь о моей замечательной Анечке. Она взяла спицы в руки и связала. Связала, по-моему, очень здорово для первого раза. Да, для первого раза вообще держание спиц в руках. Единственное, что, как бы, котик должен быть, по идее, лицевой гладью. Но Аня сказала, что изнаночная сторона выглядит гораздо презентабельнее, чем лицевая. Поэтому у нас изнаночный котик. Но, по-моему, очень-очень миленький и замечательный. Еще она повышевала лентами. Я за вышивку лентами не берусь. Для меня это темный лес. Для меня это вообще странное какое-то дело. Потому что я не могу, у меня не очень хорошо получается. Я лентами вышиваю максимум. Ну, вот если в наборе с крестиком есть какой-то элемент лентами. Ну, я скрестив пальчики, да, сжав зубки, вышиваю этот маленький элемент лентами. И больше за это дело не берусь. Но Анюта взялась. И вот такая красивая картинка получилась. Еще, правда, не оформленная. Но она большая-большая умничка. И, конечно же, вышивка крестиком. Она как-то пробовала вышивать крестиком. Цыпленка. Что у нее творилось с изнанки, это мама дорогая. Что у нее творилось с лица, это мама дорогая. Она это дело быстро забросила. Не получилось. А в этот раз она вышла. Вышла с зайчика прекрасного, замечательного. Которого вы лицезреете, собственно. Я не знаю, что за набор. Мама купила просто в каком-то небольшом магазинчике. Вот такой вот замечательный, прекрасный, милый заяц получился. Она оформляла его сама. Ну, либо с маминой помощью. Не знаю. Но, в общем, здорово. Здорово. У меня, в принципе, первая работа выглядела плюс-минус так же. Поэтому я могу только поаплодировать ей и пожелать удачи. Я знаю, Ваня, ты смотришь мой канал, хоть и на двойной перемотке, на двойной скорости. Но ты большая молодец. Я за тебя очень рада. И, девчонки, если вам понравились ее работы и вы хотите ее поддержать, обязательно пишите ей комментарии. Да, у меня под видео. Она почитает. И я надеюсь, что не забросит рукоделие после карантина. И, мюся, ты у меня умничка. И вот и мои такие замечательные события апреля. Но, кроме этого, что у меня вообще по готовым работам. Готовая работа моего супруга. Как всегда, умазная вышивка. Это еще одна вышивка на подрамнике. Значит, фирма называется «Цветной мир ярких идей». Я, наверное, все-таки запомнила, как это правильно называется. Картина на деревянном подрамнике. Вот деревянный подрамник. Здесь сделана такая плотная подложка. Наверное, из ДВП. Или из какого-то очень-очень плотного картона. Не знаю. Но она не гнется и стучит. Холст натянут на подрамник. Вот, выкладка, полная выкладка круглыми стразами. Вот такая девочка, рыжая девочка с котиком. Саша сказал, что это я. Похоже? Вот такая вот красотка. Вот такой котик. Саша сказал, что это я и Бузька. Вот. Переливается. Классно. Ну, в общем, здесь какой размер? Здесь размер 30 на 40. 33 цвета. Сделано очень-очень быстро. Он растягивал, конечно, удовольствие, как мог. Но она очень-очень быстро выложилась. Тут не так много работы. Поэтому для тех, кто хочет отвлечься, переключиться. Кому, в принципе, нравится техника алмазной выкладки. Или для деток. Вот. Да. Чтобы было чем заняться на карантине, на майских праздниках. Вот. Классная-классная штукенция. В общем, алмазка, по-моему, замечательная. Получилась. Вам как? Нравится? Единственное, что у девочки тут тененькие. Глазки у меня зеленые. Ну, я думаю, что это мелочи жизни. Что еще у меня по готовым работам? Итак, первая моя готовая работа. Апреля месяца. Вязаная работа. Это жилет с спицами. Вот такой вот розовый жилет. Жилет, который я хотела вязать себе. И хотела вязать летний кардиган. Легкий летний кардиган. Но получилось так, что эта вещь подошла не мне, а Сашиной сестре. Итак, у меня в запасах лежало полкило слоневского полухлопка. Вот такой меланж. Такое малиновое варенье. Тертая малина. Вот такая получилась. Тут розовая ниточка. Красненькая. Желтенькая. Беленькая. Фиолетовая. И темно-темно-синяя. Смешаны такие разноцветные нитки. Как я его вязала. На спице номер 4,5 я набрала 213 петель. И решила, что внизу изделия у меня будет запущен рис. Я не хотела резинку. Она мне немножко поднадоела. И я запустила рис. Он, конечно же, в слоневке, как всегда, как дикая собака-динго, косит. Но, в принципе, меня это не смущало. По основному полотну у меня должен был быть узор из вытянутых петель. И внизу мне нужно было разбавить вот эти вытянутые петли. Чем-то. Резинку не хотела. Поэтому рис. Получилась вот такая вот внизу окантовка. Вытянутые петли у меня идут не совсем в хаотичном порядке, а в такой последовательности. Значит, вытянутая петля 9 лицевых, вытянутая петля 6 лицевых, вытянутая 3 лицевых, вытянутая 3 лицевых, вытянутая 6 лицевых, вытянутая 9 лицевых. И дальше повторяется вытянутая 9 лицевых, вытянутая 6 лицевых. И вот в таком вот формате это происходит. По краям, по-моему, 7 или 9 петель, не помню. Значит, они у меня тоже выполнены рисом двойным. То есть, я лицевой и изнаночный одинаковую вяжу, потом меняют петли лицевой и изнаночными. Дальше вяжу, поменяла, потом опять лицевой и изнаночный, поменяла и так далее. Значит, первую кромочную я снимала, вторую за кромочную я тоже снимала. И получается дальше рис, и дальше все, пошли вытянутые и пошел-пошел узорчик мой. Вот, довязала до пройм, прикладывала к себе, довязала до пройм и разделила на полочки и спинку. И поняла, что я пожадничала, что я пожадничала. Точнее как, я разделила на спинку и на полочки, примерив по своим кофтам и вязаному джемперу, и не вязаным кофточкам. Я примерила спинку, решила, что мне этого будет более чем достаточно такой спинки и разделила, я не помню по сколько петель, тут 70 с чем-то петель. Вывязала отдельно, сделав убавки. Убавки у меня тут различные, у меня там сначала они через 7 петель шли, потом через 5, через 3, через 2 ряда. В общем, убавки шли вдоль планки. Убрала я по, по-моему, 36 петель с каждой стороны. Пришла к плечу, плечи я связала, сшила крючком. Планка моя была, да, не закончена, не закрыта. Я ее вывязала чуть-чуть дальше, выше и сомкнула ее на затылке, да, грубо говоря. На шее сзади я ее сшила. Петля в петлю. Вот такой получился кардиган. Точнее, кардиган, господи, жилет. Вот такой получился жилет. Вот такой он с изнанки. И вот такой он, как и с лица. Когда я его примерила, я поняла, что он мне безбожно мал. У меня пройма, да, ушла на почти что 2 сантиметра назад. Да, подмышкой я смотрю, у меня пройма ушла назад. Примерили на Риту. На Риту он замечательно, прекрасно, классно висит. Классно на ней смотрится, ей нравится. И она говорит, оставь его жилетом, пожалуйста, не вяжи рукава, пусть будет жилет. Я, ну, хозяин-барин, и обвязала рукава. Подняла по краю рукава с каждой кромочной по 2 петельки. Провязала один лицевой ряд и закрыла айкордом. Получается, когда надеваешь на себя такое немножко, ну, не крылышко, но вот такой объемный-объемный рукавчик немножко. Вот, ну, в общем, то, как это выглядит, и мне, видите, понравилось, поэтому вот такой у меня получился жилет. Ушло у меня на этот жилет. Сейчас я вам расскажу, сколько пряжи. Слонимский полухлопок. У меня есть на полушерсть слонимскую обзор на канале. Единственное различие между слонимской полушерстью и полухлопком, да, кроме состава, да, очевидного состава, у меня было, что ниточка шерсти, она не такая пушистая, не такая мохнатая. Это немножко более кушистая, немножко более мохнатая, но приятная, интересная, с ней тоже классно работать. У меня осталось, значит, ушло у меня на этот жилет 327 грамм. Он очень легкий, хотя он ниже колена по длине, как вы видите, но он достаточно большой. На 42 размер 327 грамм ушло. То есть, осталось у меня 173 грамма. Вот, и у меня еще слонимский полухлопок, тоже розовый, но немножко другой милаш есть, 200 грамм. В общем, можно будет замутить еще какое-то изделие. Но они тоже розовые. Саша мне, муж сказал, что тебе этот розовый не идет. Рити подошел, модель подошла, цвет подошел. Вот, знаете, бывает, надеваешь вещи, она 100% твоя. Прям вот все сошлось. Вот тут вот все сошлось. Прям и модель ее, прям характер ее в этой вещи. Ну, не знаю, прям вот ее вещь. И, собственно, вот такой вот подарочек получился. Вот. Так, что такие дела? Вторая моя готовая работа, это вот такой жакет. Жакет с баской. И я связала его на заказ. У меня есть подружка. Мы дружим со школы. А у нее есть тоже подружка, кума, с которой они учились в институте. Вот. И у нее было желание сделать для себя вот такой красивый-прекрасивый жакет. Сейчас ставлю фотографии на, опять же, Вите. Она была в этом месяце моей моделью. Фотографировали и ее изделие, и вот это изделие. Потому что моя заказчица и Рита не одних размеров. Единственная заказчица моя выше Риты на 10 сантиметров. Поэтому есть небольшие нестыковочки, скажем так, по длине рукава. Здесь немножко по пройме. Ну, в принципе, посмотрите на фото сами. Вот такой классный жакет получился. Вязала я его из ниточек Лейнс Ду Норд Мерсерест Меррино. Ушло у меня 710 грамм на этот жакет. По ниточке есть обзор. Там получается 100% мериносовая шерсть итальянская. 50 граммов 125 метров. Я вязала на спицах номер 4. Я вязала этот жакет. Он вот с такими оранами. По этому жакету есть подробное описание в интернете, которое я вам уже оставляла неоднократно. Я оставлю под этим видео. Но я немножко изменила узор. И мастер-класс на именно этот узор, который у меня здесь применен, есть у меня на канале. Обзор пряжи и мастер-класс на вот такой узор есть на канале. Я оставлю обязательно ссылочки внизу в инфобоксе. Кроме этого, есть еще мастер-класс по этому жакету на вот такую потайную планку. Раз. Два. С двух сторон у меня по обеим полочкам вот такая потайная планка, которая идет на не всю длину жакета. То есть у меня по-баски планки нету, потому что здесь большее количество петель. А здесь вдоль по всему краю изделия есть потайная планочка. Край изделия обработан айкордом. Здесь край изделия обработан айкордом. И на рукавах тоже обработано айкордом. Рукава вывязаны. Имитация източного рукава. Я не люблю вот это вот вязать отдельно и потом все это сшивать. Тело тоже цельновязанное. Что еще? Воротник цельновязанный. Кнопки пришивные, хотя в принципе с этой вот штукой, вот с этой вот потайной планкой можно сделать и кнопки, которые крепятся специальным вот этим пистолетиком. Ну что вам еще про него рассказать? Значит, набирала я такое же количество петель, как указано в описании. То есть я набрала, получается, я сложила все петли, 542 петли на спице номер 4 и вязала по узору. Здесь такие вот как бы клинышки. У меня только 3 мотка с лишним, то есть больше 150 грамм ушло в баску. Она очень объемная. Ее если смотреть на эту баску, вот по краю здесь мерить, здесь будет около 2,5 метров, как бы не больше. Я чисто вот теоретически прикинула, четко не вымеряла, но около 2,5 метров идет. Высоту баска 15 сантиметров. Дальше я перешла на узор, убавив петли ровно в половину. Тут 272 петли. Разделила на передние полочки, на заднюю, на спинку. И, собственно, вот что у меня получилось. Здесь у меня по открытым петлям я собрала этот оборотник. Ну, в общем, рукав практически без убавок. Я тут только 2 лишние петли убрала в самом-самом подрезе. Вот такая вот работа. И самая, как бы, моя любимица, изюминка, это вот планка, да, которая, получается, с этой стороны пришиты кнопки. С лицевой стороны с этой стороны ничего не видно. С этой, получается, стороны кнопки пришиты, вторая часть снутри. И тоже, как бы, очень аккуратно. С лица ничего не видно. То есть я думала, как бы сделать застежки на кнопке так, чтобы было максимально аккуратно, максимально красиво. И придумала вот такой способ. Поэтому мастер-класс подсказку наверху экрана и внизу в описании под видео. Если вам это актуально будет, то ищите там. Там очень подробно я вам все-все-все рассказала. Вот. Вот такой заказ получился. Работала я над ним, ну, грубо говоря, месяц. И с перерывами, и, как бы, не сильно быстро, ну, не сильно напрягаясь, да. Тогда, когда могла, тогда вязала. И работала я над ним, ну, ровно месяц. Что классного в этой пряже? Она очень классно вяжется. Вообще все отзывы есть в обзоре пряжи. Но, что хочу сказать, прям самое-самое крутое. Ее можно стирать в стиральной машинке. Режим шерсть, 30 градусов, 800 оборотов отжим. И, ну, средства для стирки шерстяных изделий. И все. То есть рекомендует даже, ну, как бы не рекомендует, разрешает производитель стирать в стиральной машине. Вот такая у меня готовая работа. Ну, собственно, еще раз покажу на модели. Потому, что, как бы, на вешалке это смотрится немножечко странненько. Дальше. Следующая моя готовая работа – это шапка. Если вы помните, в октябре прошлого, 19-го года, я вязала билет на заказ, который, поставлю фотку, который не выкупила моя заказчица. Я его сняла, и тогда, как бы, в комментариях под видео кому-то, ну, в основном понравился берет, кому-то было, что не понравился жилет. Ой, жилет, господи. Все. Берет. Ну, в общем, в целом, мне берет понравился. Я его носила, в принципе, с удовольствием. Но пряжа, из которой вязано было – это Drops, Непал. Это 65% шерсти, 35% альпаки или наоборот. Ну, в общем, я подпишу параметры на экране. И получается, что очень-очень теплая пряжица. И очень теплый, да, у меня там был связан двойной ободок полой резинкой. Но это берет. То есть у него есть вот эта вот свисающая сзади штучка. И он обязывает носить верхнюю одежду без капюшона. Но без капюшона у меня получается не зимняя куртка, а осенняя. В осенней куртке по осенней и весенней погоде в нем ходить жарко. А зимой, когда его самое классное носить, в нем ходить неудобно, потому что мешается капюшон. Поэтому я решила, что когда закончится холодный сезон, я его распущу и перевяжу на вычину шапочку. Так я и сделала. Я распустила и связала шапочку. Шапочка узором, который, да, мастер-класс, на которой у меня есть на канале. Это узор из книги Норы Гоан. Я вязала сыну шапочку этим узором и решила себе связать шапочку этим узором. Примерю. Не знаю, что у меня получится. Ну, в общем, вот такая шапочка. У меня ушло 117 грамм. То есть на билет ушло ровно 150 грамм, а на шапочку 117. То есть у меня еще осталось несколько, да. Тут получается 33 грамма у меня еще осталось. Вот так она выглядит. Узорчик очень интересно растягивается. Вязала я на спицах номер 3 резинку. Резинка двойная, да, с отворотом вот с таким. С фиксированным. Ну и, собственно, да, вот этим узором. Вот, высоту. Ну, что о шапке долго говорить. В принципе, она не стиранная. Она ВТО не проходила. Жилет тоже, кстати, ВТО не проходил. Проходила ВТО у меня только эта вещь. Шапку я решила не буду стирать. У меня берет, по-моему, был постиранный. Ну, в общем, пока не постирала. И даже не постиранная вот эта распущенная ниточка выглядит... Ну, я бы не сказала, что прям совсем плохо. Конечно, видно, что она не из моточка. Что она немножечко пожила жизнь. Но, в общем и целом, выглядит нормально. Вот. Поэтому у меня есть теплая шапка на следующий холодный сезон. Потому что я... Сапожник без сапог. Я три сезона хожу в одной и той же вещи, да, в одной и той же шапке. Она мне уже и надоела, она уже и плохо выглядит. Поэтому я решила, пока у меня есть время и возможность, распущу-ка я берет и свяжу-ка я себе новую вещь. Вот и все мои готовые работы. Три готовые работы у меня. Три готовые работы у моей сестры. И одна готовая работа у Саши. Вот. Такой вот насыщенный ролик. И процессы. Процессы мои. Начнем с вышивки. Сняла с пядец, чтобы вам показать. Ставлю фотографию, как выглядела эта вышивка на момент 31 марта. Когда я, в принципе, да, просто сделала фото. Потом я половину апреля, даже больше половины апреля, числа до 19, наверное, я не касалась вышивки. И вот где-то с 19 числа вот какой прогресс. Что я вышила? Я закончила третий фрагмент схемы, да, оказавшись на экваторе. И начала четвертый фрагмент схемы, потому что мне совершенно не хотелось вязать. Я хотела вышивать. И вышивала я, скажем так, в захлеб, с энтузиазмом, с азартом. Вот такая вот работа. Вышивка от фирмы Золотое Руно. Романтическая прогулка, если кто-то не знает. Такая вот интересная картина. Вышивая позавчера вечером уже этот кусочек, я решила, что все, азарт пропал. Как бы я вышиваю, потому что вышиваю, но какого-то азартного состояния, такого желанного у меня нет. И я отложила вышивку уже до мая месяца. В мае, когда мне щелкнет, что я хочу вышивать, я уже закрою вот этот кусочек. У меня осталось, получается, два полных фрагмента и третий фрагмент. Тут половинка, даже, наверное, меньше. Вот такой вот у меня вышивальный процесс. Кстати, вместе со мной Рита начала вышивать, достала свой, так и называемый, долгострой. И тоже вышивает с большим удовольствием и рада. И у нас тут иногда бывает такая обстановка. Саша выкладывает, я вышиваю, Рита вышивает. Или я вяжу, Рита вышивает, Саша выкладывает. В общем, душевные вечера на самоизоляции. И я начала еще вязальный процесс один. Буквально вчера вечером. Достала вам моточек показать, а он без очистетки. Так, достала я пряжицу. Газал Бэби Коттон, просто. Тот, который тоненький, 50 грамм, 165 метров. Надеюсь, тут правильно написано. И у меня цвет 3447. Ну, известная довольно-таки всем пряжа. Такой горчичный цвет, приятный. Когда начинаешь о чем-то думать, что-то желать, Вселенная подкидывает тебе варианты какие-то. И у меня совершенно случайно, я наткнулась ВКонтакте, в предложенных новостях, на описание топа на круглой кокетке. Как вы знаете, я очень-очень давно хотела, да, если вы со мной давно, то знаете, да, что я давно хотела попробовать связать круглую кокетку. Мне понравилось описание, мне понравился узор. Конечно, описание такое, ну, оно не суперподробное, оно такое поэтапное, но все основные моменты есть. И я начала вчера вязать. Вот сколько я вывязала. Я вывязала резинку на горловине и перешла на узор. Описание это, конечно, достаточно... Я оставлю ссылку на это описание, на страницу женщины, кто придумал это описание. Вот, если кому-то интересно, то вы можете пройти и посмотреть у нее. Может, тоже свяжете. В общем, еще раз покажу. Описание, конечно, подробное достаточно, поэтапное, но есть небольшой косячок в схеме, потому что там получается дана схема ажура вот этого. Вот. И написано, рапорт 11 петель. Делишь 156 петель на 11. 156 петель набрано, делишь их на 11. Получается не 12 рапортов, а другое число. Причем дробное. Делишь 156 петель на, собственно, 12 рапортов, как это должно быть. Получаешь 13 петель. Я не знаю, что мне стукнуло вчера в голову, но я добавила вот эти две лишние петли в середину вот сюда. Не по бокам от ажура. Как бы это логично было. Не по бокам от ажура, а в середину. И когда я провязала уже рядов, наверное, 8, 9 провязывала, я поняла, что я не то сделала. Не то пальто. Но что я решила? Я решила вот это все не распускать до резинки, а сделать свой узор. Я просто увеличила рапорт на два ряда. Тут вот как бы немножко раздвинулся в ширину узор. То есть, по идее, от оригинала у меня отличается только тем, что у меня между вот этими вот ажурными косичками, ажурными вот этими дорожками, у меня нет двух лицевых петель. Вот и все. Вот. Я не знаю, что у меня будет получаться. Хочу там описание на джемпер. Я хочу связать топ. Вот. Ну, я думаю, что все получится. Если будет не мой размер, а размер больше, то, что там описание на 52 размер, я прикинула, что должно быть, что у меня должно получиться по тем же петлям меньше изделия. Но, честно говоря, у меня это изделие учебное. Это моя первая круглая кокетка. Круглая кокетка с пиццами. Поэтому я сказала вчера свекрови, что если оно будет на меня сильно большое, она на размер как раз меня побольше, на один размер побольше, на один, так, на полтора, наверное, вот так. Ну, в общем, как раз будет на нее. Вот. То есть, либо на меня, либо на нее. Вот. Посмотрим, что будет получаться из всего этого. Вот такие у меня процессы. Планы я не строю, потому что с текущей ситуацией я не знаю, какие планы строить. Вот. Такой у меня план. Еще у меня план, да, вот, план получается довязать в круглую кокетку. Собственно, топ на круглой кокетке. И у меня план будет среди вещей, упакованных на квартире, найти пряжу на игрушки. Потому что моя подружка спрашивала про определенную игрушку. Ну, и если у меня получится, если все срастется, то я, может быть, свяжу в моей игрушечке. Ну, не знаю, как будет получаться, что будет получаться, потому что живем мы все с вами очень в интересное время. Вот. Ну, в общем, вот такие дела. Вот такие у меня апрельские итоги. А как у вас прошел апрель, делитесь в комментариях. Обязательно пишите комментарии моей сестре. Если вас что-то интересует про ведение канала, то обязательно пишите, я вам расскажу, да, сниму отдельное видео. Что еще? Ну, в общем-то, это все. Я желаю вам вдохновения. Я желаю вам самое-самое главное – здоровья. чтобы у вас все получалось, чтобы у вас на все-все-все хватало обязательно времени. И буду с вами на сегодня прощаться. Если не подписаны еще на мой канал, обязательно подписывайтесь. Давайте будем с вами дружить. Ставьте лайк этому видео. И до новых встреч в новых видео. Всем пока-пока.